Всем привет, я Элиди, со мной моя собака Джина. Джина, тихо, тихо, я начинаю снимать, потому что только что у меня выключили свет во всем доме, и все источники света, которые вы видите сейчас, это то, что у меня на аккумуляторах осталось, и свечки. Джина, пожалуйста. Мне очень страшно, ребят, я буду все снимать, поддержите меня лайком, поставьте палец вверх под этим видео. Если у тебя красная кнопка подписаться под этим видео, подпишись на мой канал и включай колокольчик с уведомлениями. Боже, мне так страшно, даже руки трясутся. Ребят, давайте договоримся сразу так. Если в этом видео вы что-то заметите, что не заметила я, пожалуйста, напишите об этом в комментариях под видео. Я все ваши комментарии буду читать на канале Элиди Онлайн, каждый день выходит видео, где я читаю ваши комментарии. Вы мне очень помогаете. Пишите в ваших комментариях как можно больше, ваши предположения, короче, все, что заметили. По поводу источников света. На всю ночь их точно не хватит. Ну, свечку может хватить, потому что на ней было написано на крышечке 20 часов горения. Ну, чуть-чуть уже она там в некоторых видео горела. Короче, 15 часов точно, я думаю, осталось у этой свечки. У гильзы, ну, пара часов. Вот этот светильник, я его поставила на минимум, чтобы сохранить максимально батарейку. Я его использовала, если вы помните, в ночах в комнате питомцев. Ну, если так можно сказать, в ночах. Короче, на канале Элиди Пэтс я ночевала в комнате питомцев. Ай, сейчас подожгусь. Стоять. На канале Элиди Пэтс выходят ролики, как я ночую в комнате питомца. Потому что мне страшно ночью, и я ночую с ними в комнате. Для того, чтобы обезопасить своих животных, и чтобы мне самой было не так страшно. И там я использовала этот светильник. Ну, я знаю, что вот этой батареечки, ну, там, аккумуляторная батарейка, хватает, ну, часа на 3-4. Надеюсь, что из-за того, что я его приглушила, чуть дольше хватит. У Джины светильник в лежанку ей положила, такой светильничек. Там маленькие такие батареечки. Честно сказать, я не знаю, насколько их хватит, ребят. Если она так будет непрерывно гореть. Маленькие гильзочки на кнопках Ютуба, вот такие как бы маленькие-маленькие светильнички, ну, тоже, наверное, часов на 5 хватит, не больше. Потом у меня есть кольцевая лампа. Она работает от PowerBank. Как бы я его называю кирпичик. Это вот такой вот PowerBank, присоединяется через USB. Но, блин, ребят, заряда у него половина. А это значит, что примерно на 6 часов только хватит. Так, и еще у меня есть вот такая вот трубка. Вот такая вот цветная трубка. Она тоже как бы на зарядке, но ее совсем на мало хватает, потому что ей уже много лет. Реально, может, час. Максимум. Все, больше у меня источников света нет. Еще есть телефон, но заряда у него меньше половины. Наверное, процентов, ну, может быть, 40. 38. Я подсвечиваю фон, чтобы мне со спины не было темно, чтобы мне, блин, было не так страшно. Потому что, как мы знаем, сербская леди, когда приходила, приходила, она приходила в полной темноте. И вы мне все писали всегда. Элли, только не оставайся в темноте, только не оставайся в темноте. А тут такое. И, честно сказать, я догадываюсь, что вы мне будете писать в комментариях. Особенно после предыдущего ролика, где, блин, сербская леди устроила пожар в доме, устроив здесь сигнализацию, блин, сирену. Я не знаю, если вы не видели этот ролик, посмотрите потом его, чтобы выгнать меня из дома и потом шарить в моем шкафу. Я знаю, что вы будете писать, что она вырубила свет в нашем доме. И что-то мне подсказывает, что если она начала вот так вот поступать, она сегодня со мной как-то выйдет на связь. И не знаю, мне кажется, она мне сегодня напишет. Я прямо вот чувствую. Ну, просто она мне пишет каждый день. И, блин, сейчас стопудово. Все предыдущие переписки с ней я снимала, все видео есть на канале. У них обложки пронумерованы цифрами. То есть в нужном порядке, чтобы вы не перепутали. Так, мне надо успокоиться. У нас сейчас 0046 ночи. То есть без 15 час ночи. Судя по всему, мне должно впритык, блин, хватить до рассвета. Ну, прям вообще впритык, ребят. Ой, блин, я надеюсь, что я действительно все так рассчитала. Так, давайте я сейчас запишу короткое видео для своего телеграм-канала. Предупрежу ребят, что сейчас происходит какая-то жесть. Ребят, я напомню, у меня есть телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Там мы держим с ребятами связь, потому что, мало ли, Ютуб заблокирует. Новости приходят об этом, блин, каждый день. Вот не просто так. Это все дыма без огня не бывает. И если что, мы с вами там скоординируемся, как мы действуем дальше и куда я буду публиковать видео. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании под видео. Так, надо предупредить, ребят. Ребят, всем привет. У меня в доме выключили свет. Во всем доме нету света. Я сижу просто, блин, тупо со свечками, тупо вот с тем, что у меня есть на аккумуляторах. И сейчас снимаю видео. Я потом его смонтирую. Наверное, всю ночь буду сидеть монтировать, пока будет возможность у ноутбука, пока не сядет батарейка, чтобы опубликовать его как можно раньше. Короче, ребят, это жесть. Это просто жесть. После устроенной сирены, я не знаю, что думать по поводу выключения света. Так, я опубликовала в телеграм. Ребят, я не удивлюсь, если на момент даже публикации этого видео с ютубом может уже что-то произойти, реально. Поэтому, если что, я сразу же с вами связываюсь через телеграм-канал. Ребят, в предыдущем видео, когда я проверяла шкаф, когда я открывала дверцу шкафа, я не заметила, когда снимала это видео, но вы об этом заметили, написали мне в комментариях под видео, в зеркале было отражение, там стоял кто-то в черном плаще. И светящимися, блин, глазами. Это примерно на 8 минуте 57 или 59 секунд. Это вы можете посмотреть в предыдущем ролике. А самое главное, что когда я снимала, я не видела эту тень, я прям смотрела вперед, и там ничего не было. А в отражении, получается, было. Я, короче, предлагаю, сейчас возьму камеру, пойдемте туда, подойдем к шкафу, к тому зеркалу, и попробуем понять, а где должна была стоять эта тень, что она отразилась в зеркале. Мне вообще это не дает покоя. Короче, пойдемте. Я поставила камеру на штатив. Очень неудобно, блин, и стрёмно, страшно. Я одна дома же нахожусь без Кирилла. Щиток с электричеством я проверяла, все включено. Но тут уже и соседи сказали, что это во всем доме нет света, сказали, что там что-то произошло, и ждут, когда приедут чинить. Короче, блин, на неопределенное количество времени света нет. Вот это зеркало. Вот оно. Прям ладони вспотели. Вот так я открывала. Правильно? Вот как-то так. И получается, если эта тень отражалась на моменте, когда я делала вот так, то она должна была стоять вот здесь, прямо передо мной. Но я бы его увидела. Это очень странно. То есть получается, что он стоял вот здесь буквально, я его не видела глазами, а в отражении оно было. Я сейчас пытаюсь высмотреть, как это могло быть. Но я никого не вижу. Ничего нет. Все обычно, блин. Но никого не видно. Я не понимаю, как это возможно? Как? Что это было вообще? Посмотрите сами это видео, если вы не видели. Блин, это было очень стрёмно. И самое главное, у вас светились глаза. То есть отчетливо было видно вот два проема под глаза, которые светились прямо. Блин, прямо светились. Слушайте, а вдруг это видно именно на камере? То есть вживую не видно глазами? Ни в зеркале, ни так вживую, а видно только на камере. Прикиньте. Так, наверное, надо написать Кириллу по поводу света. То, что отключили, я сижу без света, точно. Блин, хорошо, что у меня есть интернет мобильный. Управляю ему. Ты тут? Стикеры Элита. Блин, он не на связи. Кириллу уже реально долго нет. То есть, блин, его поездка длится уже достаточно долго. Мы планировали на пару дней, но билетов нормальных нет. Есть только безумно дорогие с переплатой реально сотни тысяч рублей. То есть нормально добраться он не может. Ну, жалко столько переплачивать. Поэтому не знаю, как ему сказать, чтобы его сильно не перепугать, что надо все бросать и тратить все наши семейные деньги, чтобы ко мне приезжать. Даже не знаю, как лучше. Давайте я ему напишу, что у нас отключили свет. во всем доме. Но он не в сети, скорее всего. Сербская леди мне написала, ты долго не сможешь не сможешь прятаться от темноты. Что тебе нужно, когда ты уже отстанешь? У тебя последний шанс присоединиться к моей семье. Я не хочу в твою семью. Мы тебя ждем. Боже, блин. Семья — это реально, блин, сектантская тема. Она просто, блин, сектантка. Либо занимает какую-то главную должность там, если она человек. Если она дух, то, блин, наверное, все ей поклоняются. Но все они вот это вот типа, мы семья, присоединяйся в нашу семью. Блин, все секты так работают абсолютно. А мы, она имеет в виду мою подписчицу Милу, в том числе, которая попала к ней в секту, которая первая ее сняла на камеру и уже находится в этой секте. Ну, еще наверняка там кто-то есть, но я этого не знаю. Сколько там этих мы? Танцуй. Я не буду танцевать. Я не буду танцевать, пишу ей. Боже, меня заглючила клавиатура. Боже, что происходит с клавиатурой? Я не буду танцевать. Это точно ее рук дело, то, что Света нет в доме. Сто процентов. Я могу сделать все. Что? Она меня хочет отсутствием Света напугать. Сто процентов. Так же, как она, блин, сделала сирену в доме и просто выгнала меня из квартиры. Да и не только меня, всех остальных жильцов дома ты готова. К чему? К твоей последней ночи. Блин. Боже, Кирилл ответил или нет? Боже, Кирилл мне не отвечает и не читает сообщения. Что ж мне делать? Я не буду ей отвечать, блин, я не буду ей отвечать. Так, ребят, пойдемте в комнату питомцев, потому что здесь небезопасно. Блин, давно свет не проверяла. К сожалению, нет. Невезуха. Я хотела поставить скрытую камеру, но пауэрбанк почти полностью разряжен. Отсюда аккумулятор вынимать не хочу, потому что мне нужен этот светильник. Я с ним планирую провести в комнате питомцев эту ночь и планирую, чтобы мне его хватило до самого утра, поэтому пойдемте в комнату питомцев. Так, дверь была открыта? Я не помню. Мне кажется, я ее закрывала или это было в другой день. Вроде ее закрывала. Вот я и в комнате питомцев. Если вы смотрите канал Эли Ди Пэт, я думаю, вы уже видели несколько роликов там вышло о том, как я ночую здесь. Кстати, ссылка на Эли Ди Пэт в описании под видео, если что. Вот здесь у меня такая импровизированная кровать, скажем так, она стоит из матрасов. Вот это вот, я не знаю, если просто много вопросов будет, если вы не видели Эли Ди Пэт, потому что там я рассказывала, что это. У меня здесь стена из бутылок пустых. Давайте возьму камеру, покажу. Это действительно стена из пустых бутылок. Я не выбрасываю бутылки, я их коплю, чтобы один раз вызвать службу на переработку, которая заберет эта чистая тара, абсолютно подготовленная к переработке. А пока я не накопила нужное количество, я из них сделала вот такую стену. Мне кажется, смотрится как-то симпатично, не знаю, по крайней мере, для комнаты питомцев. Такой вот экологический челлендж, что ли, можно сказать. И вот сюда, например, я вставила вот эту мою лампу синюю, и она так, знаете, отражает, ну, прикольно получается, короче. Здесь у меня подушки, три подушки, плетик. Джин, что происходит? Так, что с собакой? Вы видели? Так, с Джиной что-то происходит? Я не понимаю. Вы видели, как она вот это вот... Что это такое? Блин, Джин, что это? Может быть, она видит или чувствует то, что не вижу, не чувствую я? Даже не знаю, меня пугает, когда Джина так делает, ребята. Давайте покажу, что еще здесь есть. Здесь, ну, вот эта Джинкина лежанка, я вот сюда вот эти свечки приволокла, все, что на батарейках было. Здесь у меня настоящие свечки, Джинка здесь у меня, прям вот рядом, мы с ней, чтобы я, если что, если я уснул, я могла вот так прям руку положить на нее, и чувствовать, что она здесь рядом и никуда не уходит. Там мои очки, не обращайте внимания. Вот здесь рядом это угодье Эльзы, уже вообще вся эта комната принадлежит Эльзе, ребят. Это ее домик, она тоже здесь спит, тоже рядом, чтобы я могла ее видеть. Вот там проем из комнаты питомцев, как раз таки, он единственный, я на него смотрю, когда лежу, то есть я могу, так сказать, мониторить ситуацию. Эльза сама у меня, где Эльза? Это Эльза, мой кролик, вот она сейчас как раз кушает свой ужин, гранулы хрустит и очень нравится. Сейчас я покажу синяк, вот, смотрите. Мне просто спрашивают, как у меня там синяк, как вы считаете, ребят, он у меня стал больше, вот те, кто видели мои предыдущие видео, или нет? Напишите в комментариях. Я не знаю, не могу сказать, что он лучше. Он как будто бы хуже, но не сильно хуже. Вы знаете, чем этот синяк отличается просто от обычных синяков? Он почему-то сейчас не болит, когда я трогаю. то есть, нет такого, как у обычных синяков, ты дотариваешься до больного места, и это больно. Он болит изнутри в определенные моменты. Несколько раз в день начинает болеть. Это очень странно, ребята. Кирилл до сих пор мне не ответил и даже не прочитал сообщения. Он не видел моих видео ближайших, потому что у него не такой хороший интернет сейчас в поездке, чтобы смотреть видосы на ютубе. То есть, у него только вот для мессенджера. И то, он не всегда находится на связи, а сейчас он вообще на корабле находится. То есть, блин, я не знаю, это просто жесть. Я буду ждать, когда он выйдет со мной на связь, именно когда он прочитает, ответит на сообщение, тогда я уже, наверное, смогу с ним поговорить. Какой звук? Это было? Показалось. Ну, я думаю, что уже не сегодня, наверное, он мне, какой сутрём, наверное, не сегодня он мне ответит уже, потому что уже очень поздно, наверное, завтра уже. Конечно, меня пугает то, что серпская леди мне написала, что это, типа, будет у меня последняя ночь, но я здесь с источниками света, мне их должно хватить на всю ночь до утра, и если честно, я думаю... Опять ведро упало, ребята. Оно опять упало! Я проверяла шкаф, это нормальный шкаф. На Эли Дипец, когда я уже ночевала, это ведро уже падало. Вот прям на видео было видно. И я проверяла шкаф, он абсолютно ровный, нормальный, дело не в шкафу, ну, насколько я поняла. Но что-то не то с ведром, почему-то оно падает. Блин, да что не так с этим ведром? Знаете, оно, да, оно очень лёгкое, такое, блин, обычное ведрышко. я не понимаю. Она меня им типа пугает, да? То есть я вот начала про неё говорить, типа, вот там она меня пугает своими сообщениями, и она решила типа о себе таким образом показать, что она где-то здесь. Но я, честно сказать, точно знаю, что если я буду со светом, ну, хоть каким-то, то в принципе всё должно быть хорошо. По крайней мере, ну, это из-за той информации, которую мы с вами за все эти дни поняли о ней. Вообще, конечно, стрём, блин, проклятое ведро какое-то. А что с тоннелем? Что такое? Это Эльза там? Она же в домике только что сидела. Блин, это Эльза, да. Как быстро она перемещается иногда. Чё пугаешь меня? Я, наверное, буду укладываться. Смотрите, как я сейчас это сделаю. Сейчас я приглушу свет. Я его вот так чуть-чуть приглашу. Мне это очень хорошо сэкономит батарейку. Джина будет рядом. Вот здесь. Вот этот светильник. Я прямо вообще вот сюда к себе поближе. Вот это вот здесь светится у меня фонарь, если что, чтобы вы понимали. Тут мне так реально спокойно. И я, короче, сплю вот так, ребят. Вот так у меня руки на Джине, чтобы контролировать ситуацию. Ну, чтобы вы понимали, да, что Джина, она как бы вообще очень хорошо на все реагирует, на все звуки. Мне с ней, зная, что она со мной, более безопасно себя чувствую. Я вот так кладу на нее руку, и Джина мне помогает контролировать ситуацию с нахождением. Ты что? Ребят, я сейчас, короче, проверила. Аккумулятора у светильника хватит до утра, скорее всего. А вот зарядника у камеры, к сожалению, аккумулятор уже садится, потому что я много снимала в 4К, к сожалению, там все уже заканчивается, батарейка. Но у меня, короче, с собой телефон вот здесь прямо. Зарядки хватит до утра. Утром я напишу в телеграм-канал, ну, как бы, что все окей. Или там, я не знаю, если что-то произойдет, то тоже напишу туда. Подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах. Пока. Свечка потухла. Какой-то ветер задул в комнату. Что тут происходит? О, боже.